итак друзья привет всем это канал music rider и сегодня я буду рассказывать о нашем бажаж pulsar ns 200 уже с учетом пробега 8000 километров продолжайте да я за этот сезон накатал 8000 для мотоцикла в принципе не туриста стрита это достаточно но приличное расстояние я считаю но я на самом деле с этого мотоцикла я не слазил я снимал видео как и пересел с мопеда на 200 кубовый мотоцикл взять это вы можете посмотреть в конце видео будут эти заставочки и второе видео будет после пробега 3000 километров то есть грубо говоря прошла муж такая стопроцентная солидная обкатка хотя обкатка считается 2000 но в любом случае можете все это дело посмотреть и тоже перейти к этому видео после пробега 8000 я расскажу что с мотоциклом произошло что случилось сделал опять такой живот круговой обзор по каждой части как себя ведет все-таки но 8000 это прилично потому что некоторые проезжают 2000 в год кто допустим кто активно не катается даже по городу я ездил на везде он у меня был как и турист он мне был как и стритовый мотоцикл но наверное не был только как спартач потому что выдушивать с него то что чего у него нету это просто маразм надо быть полным дебилом чтобы это делать я свою технику люблю я к ней отношусь большим уважением тем более учитывая что техника была куплена новой поэтому я думаю что вы согласитесь со мной так ну небольшой прелюдии вступление в общем-то я рассказал почему вы единственный момент еще последний хотел сказать почему я это снимаю вообще надо ли это об этом говорить и 3000 8000 там кто-то в комментах писал тоже мне там пробег 3000 тут снимаешь да дело не в пробеге не в том что мотоцикл там должен был поломаться я не снимаю бы ушку я снимаю для людей те которые двухсотка то чаще все те люди которые сдали на права и хотят научиться ездить хотят на чем-то стартануть вот и как ведет себя мотоцикл как я себя веду грубо говоря как новичок вот на мотоцикле и насколько мне вот этот сезон первый дался легкой или сложно ну в общем видео для этого для всех людей кто хочет узнать ну и кто хочет просто приобрести себе нс-200 там кататься по городу кататься по делам современные мотоциклы безусловно набирает популярность за счет своего расхода за счет своей мобильности дешевизны относительно все-таки я считаю хотя он уже стоит не так дешево вот видео для этих наверное людей то есть кому не нравится кому там это не интересно проходите мимо кому интересно пожалуйста я еще раз делаю круговой обзор по мотоциклу и расскажу за первый сезон но для начала для начала проехал еще раз я повторюсь на этом мотоцикле уже без малого там без копеек там 8000 километров вот за 8000 километров были какие-то серьезные поломки или что-то не было ничего никаких проблем у меня с мотоциклом не было вообще все можно видео заканчивать значит на мотоцикле на этом я не падал ни разу за 8000 бог меня миловал видимо где-то возможно мой опыт но как-то мне с этим делом повезло вот поэтому никаких у меня падений не было были неприятные ситуации какие-то да хотя было бы назвать это падением наверно нельзя не знаю один раз я выезжал и замок поставил вот это который знаете идет на диск цепляешь и от него обычно выход тросик какой-то но я этого тросика не сделал и один раз я вот стартанул на месте да но если не быстро поехал все равно опыта мало было дернулся и он так завалился на бок и он чуть-чуть вот эту вот ручку я покажу буду обзор делать покажу вот немного она треснула у меня не пришлось ее скрепить с этим но никаких там повреждений на ножке там на дугах не то есть просто вот ну повалился как бы то есть но это не падение считаю такое-то смешно это можно с гаража выкатывать и точно также упасть можно то есть это мелочь это не падение вот а в целом я думаю давайте приступим к обзору меньше слов больше дела поехали давайте начнем на задней части как обычно вы видите что я убрал здесь багажник я удалил на время но на предыдущих видео увидели не было смысла тут его ставить занимает сейчас места в гараже много я его убрал честно говоря я уже под конец сезона я уже катался без багажника у меня здесь была моя сумка на которой тоже снимал смотрите на канале есть обзор отличная сумочка очень ей доволен что касается номера да ну это я прочитал где-то или кто-то мне в комментах посоветовал тут из ребят у меня очень сильно дребезжал номер и он во многих мотоциклов эта фигня есть поэтому оптимальный вариант это либо какие-то резинки сюда подложить хотя я подложил и результата было не очень много я поставил вот такие по рекомендации может толстовато можно и потоньше это сделать вот как и называется вот эти пружинки блин хер я знаю короче короче которые вот там деньги бумагу как бы прижимают такие вот пружины ты достаешь просто ручки вот эти белые с них и просто их цепляешь все и вроде работает и действительно работает хорошо так эта штука по-прежнему работает тоже проблем в одни от нее только одни плюсы потому что никогда не видел грязный там номер грязную спину еще что-нибудь сумку после эта штука работает она нужная она хорошая она необходима поэтому то что она есть здорово что касается поворотников никогда никаких лампочек не менял все здесь работает отлично как бы за весь сезон за 8000 я ничего не поменял стопы тоже самое работают проблем никаких все работает потому что техника новая дальше поехали что касается тормозов 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 тормозные диски для начала до тормозные диски не практически меня не сношены вообще за 8000 то есть но расстояние наверно еще маленькая ну и задними тормозами вы же понимаете что мы пользуемся не так часто как передними поэтому вопросов по поводу того что сносятся тормозные диски я думаю даже поднимать не стоит колодок не еще здесь дай бог хватает менять ничего не надо вот не знаю отсюда не видно но в общем то по колодкам проблем нету еще хватает еще кататься и кататься давайте сразу раз ножки здесь задние вот эти да видите они опять показываем что работает достаточно жестко крепко хотя с пассажиром я катался часто но проблем никаких не было касаясь тормозов тормозные шланги все в хорошем состоянии вот все держится все аккуратно хотя ничего здесь не мыл видите вот грязь то есть я специально показывают так как он есть на самом деле по поводу ножек все супер второй пассажир когда сидит сразу скажу что на дальние расстояния ехать неудобно задница очень болит жалуются но вот мы с дочкой ездили дочка говорит что 40 километров более-менее на высиживать 40 туда там где-то побалдели кофе попили 40 назад вот мой ехать можно но надо не забывать что это мотоцикл стритовый а не для того чтобы гонять на дальние расстояния дальше поехали что касается амортизатора он регулируется я ни разу не регулировал и если кому-то надо мягче тверже там регулятор есть можете пробовать меня все устраивало завода и так но все-таки поэкспериментировать можно почему нет здесь есть такая возможность дальше центральная центральная подножка вещь очень удобная большая массивная крепкая ну это вообще чудо когда есть центральная подножка я думаю никому объяснять не надо какая-то классная вещь которая можно обслуживать мотоцикл самому и очень удобно и комфортно надо никаких дополнительных приспособлений поднимается мотоцикл легко все-таки вес он имеет небольшой относительный такой ну 150 килограмм там есть 155 снаряженных я уже честно говоря уже не помню но поднимается достаточно легко так дальше что касается тормозной лапки тормозная лапка я уже говорил она не регулируется никак то что вот здесь вот регулирует стоит как бы вроде как шестереночка которая можно регулировать да там открутил подсоединил все это херня она не работает и поставщик официальный дилер официальный дилер говорит о том что она не регулируется лезть туда не нужно то есть вы хотите что-то менять выше ниже это надо туда того что надо отрезать ножку и приваривать там какие какими то там ну не знаю мне это не нужно было мне все устраивало и так господи что с тобой не так вот это вот декоративная штучка смотрится очень красиво мне на очень нравится снимается легко при замене масла всего проблем никаких нету сейчас внимание на перед тем как расскажу немножко про мотор и про все остальное поводу масла вы на канале можете посмотреть по поводу масла я проводил разные такие что называется эксперименты вот но я не допускал до критических каких-то моментов там у меня все в общем то аккуратненько все грамотно я не переезжал я смотрел контролировал поэтому проблем никаких с мотором не было и быть не могло что я сделал после последнего видите видео вы на помните что кто смотрит меня тут видел наверное что я поменял масло в моторе я заливал манол минералку 2050 api sl все по вязкости по допускам так как написано в мануале и доставал через 2000 я прокатился специально через 2000 потому что я понимал что минералка эта минералка вот и скажу вам так исключительно свое мнение ребята в мотоцикл в этот лить минералку не стоит в этот мотор мой вам хороший добрый совет если вы будете менять через тысячу можете 2000 уже много а меня через тысячу просто нерентабельно то есть проще заливать конечно масло полусинтетику объясню почему потому что но новые моторы все-таки рассчитаны уже под более такой ну они более капризных масло нежели какие-то старые аппараты поэтому все-таки полусинтетики свойства более такие присадки какие-то более которые все-таки в полусинтетика лучше для нового мотора и не издеваться на ними не тушить его все-таки я считаю надо ли сюда полусинтетику но здесь не залита полусинтетика репсоль 20 в 50 я заливал я слил по маслом она который поменял я все равно если поменял фильтр я все сделал здесь за лето 20 в 50 репсоль но я вам скажу что я поставил не на зимовку мотоцикл не будет зимовать у меня отапливаемый бокс то есть выезжаешь там можно свободно покататься зимой я это буду делать два раза неделю примерно я буду прогревать у меня здесь боксе температура примерно где-то плюс 8 градусов и я не вижу никакого смысла ставить на зимовку консервировать что-то заниматься этой фигнёй этими заниматься не буду вот поэтому здесь репсоль 20 в 50 но и меня через 5000 я не буду точно потому что вот это все это херня вот эти репсоль любят матюли 700 и прочее я в эту чушь всю не верю можно заливать другое мото масло полусинтетику у вас есть возможность беларуси меньше выбора в россии больше поэтому и украине побольше мне кажется поэтому выбирать самим вам что заливает решайте сами заливать сюда 10 в 40 я тоже не советовал бы потому что все таки наверное по температурному режиму 20 в 50 здесь подходит лучше а потому что мотор но вы знаете он греется и как-то там сравнил с другим мотоциклом как-то ну не замечается наш больше такой подвержен вот этой вот высокой температурности вот это что касается масла дальше что касается по мотору нигде по мотору проблем не было никаких подтеков у меня нет у меня все работало четко и конкретно когда заводил мотоцикл я использовал вот этот вот барашек потому что даже летом иногда когда не сильно жарко было в общем то я добавлял немножко от этого парашка чтобы мотор не задыхался вот прогревался немножко буквально там минуты три я барашек опускал до нужной температуры и ну очень удобно находится здесь очень удобно прогревать мотоцикл и им пользоваться это регулятор регулятор холостых оборотов так так вороховано потому что я масло хотел посмотреть в виде масла абсолютно нулевое я его только залил дополнительный свет очень хорошая вещь дополнительный свет но есть один маленький момент дополнительным свет у меня вот здесь вокруг идут английские глазки вот и в одном или в этом или в том английские глазки умерли но это стоило ожидать потому что в интернете писали о том что чтобы они работали нормально их надо как-то там подключать там прям по-своему там без какие-то нюансы поэтому по поводу конечно смотрится некрасиво но можно и без них по антифризу антифриз никуда не уходил у него как была нормальная норма выше минимума так и осталось то есть никаких проблем с антифризом тоже не было я его не менял пока по регламенту вроде как пока еще не надо по моему и вот там по весне уже ближе посмотрим после 8000 выглядит вот так вот коллектора если вам интересно так поехали дальше не тормозные диски тоже тут еще кататься кататься и кататься даже близко еще тут никакого износа нету передние тормозные колодки вот можно посмотреть вот еще еще можно на них ездить они вполне себе нормальные что касается резины резина тоже еще кататься и кататься я кстати не посмотрел какого она 100 на 80 17 я честно говоря сам не загонялся мотоцикл был новый даже не интересно было какой там не резина там и это не суть короче мне сейчас даже не интересно шланги посмотрите в отличном все состоянии опять же мотоцикл не мыт суппорта тоже в хорошем состоянии диск нормальный 8000 пробега конечно это ничто но с другой стороны это стритового мотоцикла для относительно бюджетника такого я вам хочу сказать такую цену очень хорошо мотоцикл за 8000 выглядит учитывая что он еще не мыт вот радиатор радиатор тоже отличный ну учитывая что мотоцикл не падал а вилочки вилки все чистые никаких проблем нету все в порядке работают идеально никаких течи там никаких там этих самых эрозий там прочее но это еще рано об этом говорить вот все сальники целые все короче в порядке вот свет я вам скажу честно с дополнительный свет нужно ставить нужно ставить я им пользуюсь постоянно не включая потому что увлекаться сильная топ светом тоже я не хотел точно живет аккумулятор как оказалось вот поэтому по необходимости либо там вариант когда вам темно нужно включить заехать либо включить быть видимым либо изъебнуться тоже можете включать он смотрится красиво передние поворотники лампочки тоже работают ничего не менял центрального света лампочку не менял но его не хватает говорю еще раз свет однозначно нужно свет однозначно нужно либо добавлять либо что-то менять лампочку мне вариант больше нравится первых так дальше ну вот эти вот ручки это на любителя можете ставить можете нет я абсолютно ровно к этому мне нравится они светятся загораются прикольно так дальше дальше что касается я сам настраивал ручку газа тросик ганут как чтобы сама ходила люфта до который должен быть там по муналу какой то есть и и сцепление все и настраивал то же самое проблем никаких не было все работает классно когда сам что-то делаешь для себя то он кажется и лучше едет так дальше что дальше ну ветровик без ветровика жизнь хила вот так вот стихами заговорил вот ветровик ребят нужен обязательно его ставить надо 200 процентов без вариантов и даже не обсуждается без ветровика этот мотоцикл просто шляпа так ну сейчас давайте посмотрим здесь спереди первую часть как обычно пройдусь бак нормальный бака хватает надолго я заливаю и просто просто гоняю очень долго классный расход у мотоцикла реальный расход у него был у меня я не преувеличу это 3 литра где-то 3 2 когда ну то есть я по трассе ехал до продавал надо было быстрее там ну ехал чтоб кайфануть 32 но больше 332 у меня никогда не жал тот мотоцикл в нем все работает идеально по поводу мотора хочу сказать я делать регулировку клапанов один раз и потом делал регулировку клапанов вот сейчас еще раз потому что где-то через тысячи две на холодном стали немножко постукивать хотя мне сказали что на холодную немного постукивание клапанов это неплохо то есть нормально но я перенастроил перенастроил заново клапана и все сейчас работают идеально я вот заведу вам покажу полностью холодный вот я пришел он стоял здесь знаете сколько недели три буду стоял я вообще ничего не делал просто здесь стоял он прекрасно сведется с полоборота вот коллектора холодные ледяные вот поэтому я заведу покажу что работает нормально и вообще без проблем так двигаемся дальше давать по панели приборов сейчас немножко пройдемся да еще маленький момент давайте перед тем как расскажу дуги безопасности я нигде не падал вот я показываю одна дуга там буду снимать обзор покажу тоже 2 туга никаких проблем нету нигде ничего не падал свечи тоже не менял я их даже не выкручивал вот по панели приборов а зеркала отличные зеркала мне очень нравится я к ним привык кто говорит о том что зеркал не хватает не знаю все индивидуально мне хватает их более чем зеркала очень хорошие здорово кнопкой слава богу ни разу не пользоваться нигде не падал ничего это замечательная штучка я сейчас ее отключил вот что отключил дополнительно сигнализацию и вот этот вольтметр который зарядочку показывает эту пользуюсь постоянно заряжал телефон заряжает мгновенно быстро ничего не ломается все отработало брал в самом начале сезона отъездил в 8000 с ней вместе прокатился и очень много заряжал так дальше поехали держатель для телефона тоже появился я очень очень достойно очень крепкий классный здесь вот реально металл 9 долларов за него с китая отдавал я покупал вот в каком-то из видео я рассказывал что потерял телефон вместе с ним только купившие но не по его вине по своей там глупости так поворотники ну поворотники рассказывал опять же одном из виде что мне очень неудобно видите мне вот сюда повернуть могу а назад отстегнуть а левый поворот чтобы не включить в перчатках и постоянно приходится так вот руку вынимать понимаете то есть блин ну вот это вот очень неудобно вот так вот каждый раз вот то есть мне я не достаю пальцем вот так вот мне не комфортно еще только так голыми руками в перчатках поэтому мне приходится постоянно вот так вот делать то есть руку постоянно надо убирать я уже даже автоматически привык это делать вот поэтому это здесь неудобно сделано в сравнении с другими мотоциклами даже большими здоровыми туристами если у вас пальцы длинный какой индийца кто вам подойдет так дальше по панели приборов все четко все информативно все понятно трудности никаких нету надпись вот эту баджаж я бы нахер просто выключил потому что она реально задолбала вот в остальном здесь все в порядке очень классно что существует этот показатель подножки вот время очень удобно топлива у меня здесь полный бак сейчас я специально заправил полный бак потому что ну вы знаете чтоб не ржавелый прочее вот это нужно сделать обязательно я буду подливать даже если я буду здесь кататься периодически буду подливать бензинчик вот опять же я на консервацию не ставлю не хочу этого делать мотор должен работать и так все остальное здесь ну тут понятно все ничего не загорала все работало все классно если слабый аккумулятор у вас будет загораться аккумулятор не пугайте что у вас аккумулятор сразу херовый надо выкидать нет его надо просто подзарядить вставить на зарядочку и он у вас будет работать если вы мало ездите либо тру но завели закушали два метра проехали то есть для аккумулятора нужно покататься вот в остальном здесь все в порядке как настраиваться одометры там пробеги и прочее это все можете посмотреть мануале в интернете с помощью этих кнопок нажимайте конечно чертовски трудно но почитаете они часто принципе то и не используются бликер вот этот вот у меня срабатывал один раз всего лишь один раз все больше я но я не носил этот мотоцикл потому что принципе по своей функции выполнял вот катался нормально я не перегревал его никогда у меня вентилятор ни разу не включался на нем ну вообще то есть мотоцикл огонь за все это время показал себя так хочу ну по поводу вилок масло я здесь не менял это менять не надо залить из завода хорошего масла я туда пока и не полезу так ну что пошли со второй стороны смотреть смотреть цепление расстраивал сам себе все работает отлично ручки вот эти прорезиненные они они достаточно удобные советую кто кто еще мало опытный да не угу да кто уже опытный поставьте вещи очень удобно и не скользит и комфортно достаточно ехать так ну здесь по переду я все говорил хотел показать вот видите вот в этом месте упал и у меня сложилась эта штука то есть но в основном видите ничего все в порядке все в идеале никаких падений не было вот и ножка моя видите то есть все в порядке здесь так ну по мотору я уже все рассказал здесь что-то добавлять смысла нету если надо будет что-то интересно если что-то захотите спросить пишите в комментариях я расскажу идем дальше по переключению передачи передачи переключается великолепно после обкатки стали включаться еще лучше удобно правда тыркать надо несколько раз постоянно потому что передачи короткие сюда дыды дыды туда назад вперед как ну и 6 передачи вообще не поняла нахер здесь надо если больше 130 не едет кстати максимальная скорость я развивал 130 он бы ехал дальше но я уже сыговал поэтому я честным говорю для метока скорость на таком мотоцикле очень страшновато но 110 110 крейсер он нормально едет и прекрасно себя чувствует что касается цепи цепь я подтягивал один раз вот все больше как бы проблем по цепи не было чистил смазывал ездил и . все все что-то еще говорить больше смысла нету вот по цепи все вот дальше что заднее колесо в отличие состояние после 8000 никаких проблем нету ничего не шатается ничего не гуляет до регулировал траверсу и один раз есть у меня там видео я рассказывал как это делается под разболталась но это не страшно абсолютно это технический момент стандартно все здесь по техническим состоянием мотоцикла все ну что хотите можем заглянуть под низ давайте замок зажигания работать великолепно тоже никаких с ним проблем не было никаких сюрпризов ничего аккумулятор ведет себя отлично за ним просто нужно смотреть ключами этим ни разу не пользовался потому что мотоцикл новый и ведет себя просто космически классно что касается здесь этого местечка ну тут у меня как-то ну занята то сигнализация то еще что-то у меня подключался центральный кофр вот водозащитный такой вот разъемчик у меня есть ну что он показывает но были сиденье кто-то тут еще место небольшое есть можно что-то положить можно что-то спрятать кому-то кто не пользуется как я люблю всякие плюшки разные то я конечно это место использовал одевается легко проблем никаких бимго Продолжение следует... 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 Продолжение следует...